Сейчас у нас недельная глава Шмени. То есть Шмени это восьмой. Бои, бои Машмени. Было на восьмой день. Что такое восьмой? И семь дней ставили мешкан и разбирали. Ставили, приносили жертвы и в тот же день разбирали. А на восьмой день поставили, чтобы он уже стоял. Так это было на восьмой день. Кором и Ше, Мейши позвал Аарона в она, Аарона и его сыновей, узыкны и строю, и старейшин Израиля. Чтобы сообщить, что Аарон становится коином, служителем в храме. То есть эти семь дней, Моше был коином, а Аарон и его сыновья были прихожанами. А сейчас Аарон начинает служить. Тут упоминается старейшина Израиля. Старейшина Израиля, чтобы знать и сообщить всему народу, что то, что Аарон будет служить в храме, это по решению Бога. И то есть это не он сам вошел, а его поставили. Но мы пока видим, что серьезные вещи в еврейском народе делаются через старейшин, то есть старейшины, знатоки Торы. Есть интересный мидраж. Когда Бог послал Моше в Египет, чтобы вывести евреев из Египта, тогда написано, что Моше и Аарон собрали старейшины Израиля. То есть есть старейшины. Мидраж говорит так, как птица не может летать без крыльев, так еврейский народ не может подняться без старейшин. Так тут тоже упоминается старейшины в ведении Аарона в службу. Целенок, смысл этого, что Бог ему прощает Аарону за то, что было у него золотым цельцом. Сынам Израиля говорит так, возьмите козленка на жертву искупления, и целенка и баранчика обнышена до года тмимим полноценного ола на жертву ола. Это, обратите внимание, у Аарона был айл, айл это от года до двух, а сынов Израиля был баранчик, кевес, до года, и у целенок тоже до года. Ваше в айл и бык и баран, то есть от года до двух, баран от года до двух, лишь хамим, жертву, привыкли переводить мирная жертва, лизбея хлифны адийной, принести жертву перед Богом, и мучная жертва, перемешанная с маслом, потому что сегодня Бог показывается к вам. И в честь этого приносят эти жертвы. Ваикху они взяли из ажиатива мыши, все, что вели умеющий, аупнея умеет, перед илмойодом, ваикрову колаиду, встала вся община, ваямду стали лизбея адийной перед Богом. Ваейма Мейши, сказал Мейши, зе гадо ваша цива адийной тасу, это то, что Бог велел делаете, ваейру алихам квит адийной, к вам покажется почет Бога. Ваейма Мейши эллары, тут Мейши сказал Каарону, крабы ламезбеях, привыкли к жертвеннику, вас и делай эсхотосхо, жертву искупления, твою жертву искупления, вас и лосехо, и твою жертву всесожжения, вахапер баадху ваду ом, прасти за себя и за народ, ваасе идилы, эскорбану ом жертву народа, вахапер баадум прасти за них, каэшэр циву адийной, как Бог велел. Ваейк, крабы ламезбеях, Аарон приблизился к жертвеннику, ваишхат резал эс эгела хатос, целенка шалы, который у него. Ваяк, криво, приблизили бны арына, садом эго, поднести к нему кровь. Есть две службы, принять кровь и поднести. Баид бил эсбои баадум, окунул палец в крови, баид тэйндаун алканэйсам избеях, на рожки жертвенника. У жертвы хатат, надо окунуть палец, в крови, положить на рожки. Ваяк, крабы ламезбеях, оставшуюся кровь вылил, а унистий дам избеях, к основанию жертвенника. Ваяк, хэйлэф, хэйлэф, это не просто жир, это как рубашка, как слой жира, покрывающая внутренние органы. Хэйлэф, ваяк, крабы ламезбея, почки, паэйсэрэс, мэна ковэйт, диафрагму, мэна хатат, тос, от хатат, жертвы хатат, их цирам избеях, баскурил на жертвенник, кашэциву аденуя смейшэ, как бог виле умейшэ. Всегда жертвы хатат, эти части, ложат на жертвенник. Так тут, как всегда сделали. Но, баса бассор, басаэр, а мясо и шкуру, сарабо ищ, сжог в огне, михус хамахне за гагиром. Это необычное поведение жертвы хатат. Обычная жертву хатат, едят куаним. А тут, было специальное указание, жечь мясо со шкурой. Ваишхата сойла, зарезал жертву Аллах, ваямцы убны арыны ловы садом, понесли ему крой, ваисли кею брызгал, алам избея на жертвенник, савив вокруг. Жертву Аллах, и ее брызгают, савив, что такое вокруг? Включают четыре угла, четыре стороны. Но брызгают на два угла, каждый из этих углов включает две стороны. Это все получается четыре стороны. А более точно, это северо-восточный угол, который включает север и восток, и юго-западный, включает юг и запад. Ложат вот внизу, вот на эти два угла. И это называется савив вокруг. Весу эйго, а само тело от жертвы всесажения, им циу эйго, поднесли к нему линсо, хео по кускам, весу рейши голову, ваяк тэр, ага митваях, воскурил на жертвенник. У жертвы Аллах, ложат все на жертвенник, кроме шкуры. Ваирхатеса керэ, веса кроо им, помыл внутренности и ноги, ваяк тэр, и кроо им колени, ваяк тэр, ага его, воскурил на жертвы, на леа, на жертвы Аллах, амитзбэйху, на жертвенник. Ваяк тэр, он принес, эскобану ом, жертвы, жертву народа, ваякал взял эсира хатос, козленка, хата, искупление, ашалом, который у народа, ваиш хатею, он его зарезал, ваиш хатею, и поступил с ним, как жертвы хатат, коричен, как первый, точно так же, как первый. Баяк Рэйев, приблизил эсо, его жертву всесожжение, Баяк Рэйев, сделал камеш, вот по закону, жертвовала, имеет свои правила, Какие правила? Режут, снимают шкуру, а все мясо, все вместе, разрезают на куски и ложат на жертвы. Баяк Рэйвас Аминхо, приблизил мучную жертву, баймалиха пэймимэно, наполнил руку от нее, баяк Тэраламисбэах, воскурил на жертвы. Как всегда, берут горсть. Баяк Рэйвас Амбэйкер, кроме жертвы всесожжение утренней. То есть, Тора нам тут рассказывает, как они приносили. Ваишхан зарезалес, ашер басуаю, бэка и барана, зэвах ашлом, и жертву шламим, ашелом который народа. Ваямцил, панесил, и аренес, а дом, и лов кровь к нему. Ваизраки он брызнул, а он избил на жертвы, и савив вокруг. Савив, мы уже говорили, как у жертвы Аллах. На два угла. Что каждый из углов включает две стороны. Северо-восточная и юго-западная. Весахалавим, а вот эти, хилев, это как рубашка, которая покрывает внутренние органы. Весахалавим, мин ашер, и их ложат на жертвы. Мин ашер, у мин айо, адвикает барана, о альо, курдюк, ваам хасей, то, что покрывает внутренности, ваку ее есть и почки, веесера сакувейт, диафрагма, ваеосим, а сахалавим, а вехозейс, положили, вот эти халавим, покрывающие, как рубашка, на грудинке, ваеактель, воскрыла халавим, хейла, вам избыхла, на жертвы. Веса хозейс, а грудинки, вешейкаем им правую ногу, и нифа арын, тнуфолив не одиной, арын поднял, поднялся перед Богом, каши от его миши, как миши велел. Ваису арын, арын поднял свои руки к народу, ваевохейм, дал им богословление. Коаним же богословляет народ, как они богословляют, каждое утро народ. Это когда он сделал, когда ваерет, когда он спустился, ваеактель, сделать ахотос, вааибо иго, ваашхумим, от принесения жертвы искупления, жертвы всесожжения и мирной жертвы. Ваеактель, ваеактель пришел, вошли, миши ваарны, ваеумеет, ваеумеет, ваеицы вышли. Раша говорит, что они вышли, миши научил арын, как сделать воскурение. Ваеицы вышли, ваеактель, богословили народ, что они богословили. Есть пасук в Таили, мы говорим, что было приятность Бога на нас, и то, что сделали мы, что было хорошо. Ваеактель, богословили народ, народ, ваеарх, ваеактель, показался почет Бога ко всему народу. Каким образом? Ваеактель, ваеицы, и шмелевны, аденуи, вышел огонь от Бога. Ваеактель, халалам, избаях, жег на жертвы, киэсо иго. Жертвов всесожжением, и сахалавим, и от эти жиры. Ваеактель, сошел огонь. Чудо Бога, сошел огонь на жертвы. Ваеактель увидел весь народ, ваею райну, запели, ваеи, плау пнеем, упали на свои лица. И в это время произошло так. Ваеактель взяли в ней арын, сновья арона, надави авиу, надави авиу, старшие сновья арона, ишмахтасы, каждый свой собок. Ваеактель, ваеин иш, положили в них огонь. Ваеактель, положили на нее воскурение. Ваеактель принесли, приблизили лифнеаденой перед Богом, ишзоро, чужой огонь, ашалый циво исом, что он им не велел. Это было без указания. Ваатейцы, вышел огонь от Бога, ваатей, ашалый циво исом, сжег их, вае мусу, лифнеаденой, они умерли перед Богом. Значит, сжег не то, что сжег, приводится, что душа их вышла, они, тело их осталось целым, душа их ушла. Разбираю, в чем был их грех. Так интересно, в Торадкоаним не на нашей главе, на главу Ахары написано, что подчеркивается так, два сына Аарона, то есть, они должны были спросить у папы, папа старший, должны были спросить у папы, у Аарона, не спросили у Аарона совета. Ну, маши их учителя, должны были спросить у Мэйша. Дальше написано, каждый свой совок, не спросили совет один у другого. То есть, сделали по своей инициативе, не спрашивая. А в святых местах это очень опасно. В другом месте упоминается, что у них не было детей. А что было бы, если были бы дети? Бывает часто, что Бог сохраняет родителей ради детей. А у них у детей не было, этой причины не было. это то, что Бог говорил, и Мэр говоря, бикривай эко дэш, моими близкими я буду освящен. на лице всего народа и будет почет Бога. И Арон молчал. То есть, он ничего не говорил. То есть, когда приходит наказание на больших людей за какую-то маленькую неосторожность, это говорит всем, насколько надо быть осторожно. И, как говорится, нет поблажек. они были левиты, они не кланим. Они были сыновья Узила. То есть, они были отец Мошея Арона был Амрам. Амрама был, один из братьев был Узил. А это были сыновья Узила. То есть, они были двоюродные братья Мошея Арона. Сказали, что мы не их вынесли. Потому что тут торжественное начало мешкана. Чтобы вынести. Чтобы не мешало радости всего народа. Ваи криву приблизились. Ваи саум их понесли быхутон иисом в их рубашках. Аммиху сламах незал лагерем ка ше дибер Мейше. Как говорил Мейше? Ва ей Мейше сказал Мейше Аарон ка Аарону и Азору Исамору бонов его сыновьям. Рошей хем аут и фроу. Ваши головы не оставляйте за рошими. Увик дыхаем лыси фрейму А ваши одежды не рвите. Не рвите. Велись мусор чтобы не умерли. То есть так. Обычно из признаков траура не стригутся оставляют волосы заросшими и и рвут одежды. А тут рак это общий праздник чтобы вы не проявляли публичного траура. не оставляйте ваши головы заросшими и не рвите одежды. И вы должны быть осторожны чтобы не дай бог если вы нарушите то вы умрете. И на всю общину будет бог сердиться. А вот ваши братья весь дом Израиля будут оплакивать сожжение ашасора водой что бог сжёг. Обычно тот кто в трауре сидит у себя дома не выходя из дома а тут не выходите отсюда уме Песах и умеет из входа вы умеете не выходите пентомусу как бы вы не умерли кишеме мишха с одной орехом потому что масло помазание бога на вас боясу они сделали кидвар миша по словам миша то есть тут было прямое указание бога чтобы они не делали публичную траву потому что сейчас потому что сейчас день оскрытия мишкана и общий праздник вообще-то подобное есть в законах траура и в празднике не проявляют публичный трав даже если у кого-то что-то произошло не не говорю что все точно как тут написано но сама линия есть что-то проявлено неосторожность так сейчас даются указания как быть святости при службе нельзя пить вино и коин который пил вино негоден для службы в этот момент в это время есть мнение которое Раша тоже приводит что основе арона претензий на них было что они что-то взяли вино и поэтому это поставлено возле другого понятно все что они сделали было с благими намерениями разделись между святым и между будничным между нечистым и чистым то есть если коин пил вино и делал службу будучи пьяным то служба считается негодной обучать сыновей Израиля и сколах у кем все законы ашадиби ради иной что Бог говорил алиям к ним пьет миши через миши Равин решать сомнительные законы сказать как закон тоже не имеет право когда он пьяный рассказывает интересно про Рапшмуя Саланта зацал он тут был Равином почти 70 лет в Яросалиме А вы знаете при подготовке Песоха могут быть самые разные сомнения в законе находят зернышко в курице или другие там посуду кошеровали не кошеровали вспомнили то вспомнили так бегут к Равина все бегали к нему в ночь Песоха он же кроме того что он Равин он еще еврей тоже так он должен выполнять законы Седора и он пил вино и должен пить вино как все знаете что он делал что он был доступен обществу он молился рано проводил проводил пасхальный седор довольно относительно быстро шел спать а когда человек спит после вина тогда он уже вино отходит и он был открыт для спрашивающих так рассказывает что он сказал Може Карону был рузор был ризомор и рузор и тамару бана и его сновья нессоры оставшиеся кху еса минхо возьмите мучную жертво нессер ес мей ше диной которая осталась от огней Бога, то есть горсть положили на жертвенник, а остальную мука осталась. Едите это мацот, вы знаете, что в храме Куаним все ели только мацот, не хамет. Едите это мацот, что это не скисло. Потому что она святая святых, и поэтому надо это есть возле жертвенника. Так я получил приказ от Бога. Какой приказ от Бога? Что тут есть исключение. Обычно человек в день, что у него умер близкий родственник, он называется онный, он в трауре. И он не имеет права есть куски от жертв. Тут было специальное указание, что тут Бог говорит исключение, вы имеете право, это есть и должны это есть. Несмотря на то, что вы в трауре. Тут исключение. Вы из хазе от нуфо, а грудинку, которую подняли, вы из шейка от румо, и ногу, которую отделили, всегда от шрамим отделяли грудинку и ногу. Тихо, едите в маком тагор, в чистом месте. Ну, а предыдущие ели в не чистом месте. Тоже в чистом. Но он имеет в виду так. Предыдущие надо было есть не только в чистом месте, но и в святом месте. Во дворе мешкана. А это можно есть в более широком, в широких возможностях, в чистом месте. А то ты у вонехо, у внейсехо и тох. И твои сыновья и дочеря с тобой. Кихокхо. Потому что это твоя доля в хокбонехо. И доля твоих сыновей не тну, они были даны мизивхой шауми. А жертв шауми бы не строил сыновь Израиля. Шейка от румо. Нога, которую отделяют, вахазы от нуфо. И грудинку, которую поднимают, а вы шея холовым. На жертвы, на жиры, которые хахилев, которые ложат на огонь, я вью приносят. Ланив нуфо. Поднять поднятие лифнеадиной перед Богом. Во яйбу итхо тебе. У вонехо итхо. Твоим сыновьям с тобой. Вечный завет. Как Бог велел. То есть это завет. от жертвы шламим, коаним получают грудинку и ногу. Хазе и шок. Веси ира хатус. А козленка жертвых искупления, до рыжь, до рашь миши. Искать искал миши. В иной соров. Он был сажен. Во их циф. Он был сажен. Во их циф. Он рассердился. Их у циф. 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 А на историю, которые остались, хаймор говоря. Обратите внимание, кто был старше? Аарон. А на кого мы же высказал критику, сердился? На Элазара и Тамара. Потому что так, дорога Хернц. Мы скрыть критику, как мы хотим. Сыновьям, Элазара и Тамара. Почему вы не ели искупительную жертву в святом месте? Кейдеши, она расцветает. Интересно. В этот же день был расходочный сан. Это был восьмой день после семи дней, что ставили мешкан. Его разнимали, ставили, разнимали. На восьмой день поставили. В этот день, это был особый день открытия мешкана. И в этот день было три козленка искупления, которые принесли. Одного козленка от общины, который именно из-за этого дня. Был козленок, который приносит каждый расходоч. И был еще козленок подарок, который... Подарки от головы колена ягуды Нахшона. Тут речь шла о козленке, который приносит первый день месяца расходоч. Где-то, мы видим, написано, ее дал вам простить на грех общины. Так это был козленок, который приносит в начале месяца. Продолжает Моше. То есть если брызгает от жертвы искупления на внутренней жертвы, которые внутри, золотой, то мясо уже не едят. Но его же не брызгали на внутреннее, внутри, святое место. Не принесли ее кровь. Охилте хуэйсо. Есть вы должны были есть, бакедер в святом месте. Кашэти вейси, как я велел. То есть Мейша спрашивал, почему они не ели? Ведь я велел вам, чтобы, несмотря на то, что вы в трауре, что тот же день у вас умер близкий родственник. Близкие родственники, знаете, кто? Семеро. Отец, мать, сын, дочка, брат, сестра и жена. То есть тут же у Арона умерли сыновья. У Элазара и Тамары умерли братья. Почему же вы должны были есть? Так интересно. Моше выразил критику и сердился на кого? Элазара и Тамара. А кто ответил? Вайдабир Аарин и сговорил Арон. Дерехерец, правило поведения было, что ответить должен был Арон. Критика была большому счету на него. И он старший. Это не Дерехерец, чтобы сыновья, а Элазара и Тамара, которые ученики Моше, ему там отвечали. Поэтому ответил Арон. Во имя Вайдабир Аурона Моше. Он сказал Арон Комоше. Сколько Вайдабир, говорит Раша, это твердо. Не мягко, твердо. Сегодня пронесли их жертву искупления, их жертву всесожжения перед Богом. Ватикра и Ной Сыкаила. Случилось со мной подобное. То есть я в трауре. Балхаута хато сайем. Я буду есть искупительную жертву сегодня. Айитабы не адрилой. Будет ли это хорошо в глазах Бога? Задается естественный вопрос. Мы же только что читали, что было прямое указание Моше Каарону и Элазару и Тамару. Что несмотря на траур, чтобы они несмотря на это ели жертву. Ели жертву. Но Арон сказал так. Это было указание по поводу той жертвы специальной, которую специально принесли по поводу обновления Мишкана. А тут речь шла о жертве, козленке, которые приносят и будут приносить каждый рушходыш. Есть правило. Жертвы, которые приносят по поводу особого случая, это один уровень святости. А жертвы постоянные более высокого уровня святости. Так Арон другими словами сказал Моше. Ты слышал это облегчение про нас, что несмотря на траву, чтобы мы это ели. Про одноразовую жертву, которую принесли по поводу этого дня. А речь тут идет про жертву, которую приносит каждый рушходыш. Про нее мы разрешения не имеем. Это жертва более высокого уровня. На нее мы разрешения не имеем. Ваишма Миша услышал Миша. Ваита Бейнов. Понравилось в его глазах. Он согласился с Аароном. И он сказал, послушайте, я так и так и слышал от Бога, что именно эту специальную жертву вам можно есть, несмотря на траву. А жертву постоянную по поводу рушходыша, на это вы не имеете права. Так Миша признал тут свои ошибки. Я слышал, говорят так. Есть совершенство Бога, а есть совершенство человека. Совершенство Бога, что Бог никогда ошибок не делает. В принципе, у Бога нет и не может быть ошибок. Совершенство человека, что он признает свои ошибки и исправляет их. Даже самый большой человек в мире может ошибиться. Кто может быть больше, чем Миша? Рабына. Кто может быть? Нет. Нет и не было никогда человека больше, чем Миша. В Талмуде мы встречаем подобные не раз и не два. Как Ровы поставил перед собой. Кто-то, что пересказывал, говорит, то, что я вам говорил, это ошибка. А настоящий закон такой-то и такой-то. Величие человека, что он может видеть свою ошибку, признать ее и исправить. В продолжении главы говорится подробно о разрешенных евреям в пищу видов животных и о запрещенных. Говорил Бог Моше Аарону сказать ему. Добро говорится об Ни Иссрок Снам Израиле Гаймор говоря. Зейсахаю ашатеху. Эти животные в мороце есть. Мико габеима и всех животных. Ашер агоорец, который на земле. Кею мафреца спарсо. Каждый, у которого копыта рассечены. Ваши са ашаса. Рассечены до конца. Процесс, копыта. Магас гейро бабеймо. Жует жвачку у животного. Иссотехы у ее, чтобы вы ели. Ну, что такое жует жвачку? Это известно, что, скажем, у коровы есть четыре желудка. И она, после переваривания первого желудка, поднимается в ней еда вверх. Пережевывает заново. И вызывает следующий желудок. И должны быть обязательно оба признака. И копыта рассечены. И жует жвачку. Между прочим, любопытно. Копыта рассечены, это внешний признак. А жует жвачку? Внутренне. Ахэзэ гэсэ ху. Только это не едите. Мимагэ а гейро. У которых жует жвачку. У мимафрисэ и апарсо. У которых копыта рассечены. Эссагомо верблюда. Кимагэ гейро гу. Он жует жвачку. У фарсо и ненумафрис. А копыта не рассечены. Томи угохэм. Он не чист для вас. Веса шофон. Кимагэ гейро гу. Он жует жвачку. У фарсо гейяфрис. Копыта не рассечет. Томи угохэм. Он не чист вам. Весу арнэвэс. Привыкли переводить шофон. Кролик. Арнэвэц. Заяц. Но верно ли это? Я совсем не уверен. Весу арнэвэс. Кимагас гейро ги. Она жует жвачку. У фарсо гейфрисо. Копыта не рассекла. Тмэйо гиго хэм. Она не чиста для вас. Веса хазели свинью. Кимагас гейфрис парсо гу. У него копыта рассечены. Вешей са шэса. Рассечено. Парс. Копыта. Вулгейро гиго. А он жвачку не жует. Томи угохэм. Он не чист вам. Так интересно. Тут Тора нам перечислила. Три вида. Которые. Жуют жвачку. Но копыта не рассечены. Верблюда. И шафан. И арнэвэс. И один вид. Которого копыта рассечены. Но не жуют жвачку. Только один. Свиньё. Гимара нам говорит. Рассказывает интересную вещь. Гимарафхулин. Что если человек идет. В пустыне. И видит какое-то животное. Жует он жвачку или нет. Он не может узнать. Но. Копыта рассечены. Так написано. Гимарафх говорит. Что он спокойно может есть. При условии. Что он уверен. Что это не свиня. Если он уверен. Он может точно выяснить. Что это не из вида свиньи. Он может это есть. Гимараф спрашивает. Написано. За что есть свинья. Может есть еще подобное. Гимараф на это отвечает так. Шалит Боаламо йо деа. Кто бластвует в своем мире. Знает. Что он создал. Бог знает. Кому он создал. И если он говорит. Что больше нет. Значит больше нет. Другое дело. Свинья. Может иметь несколько видов. Первые два вида. Они уже написаны. Ну во первых. Тут написано. Хазир. Это домашняя свинья. Свинья. В тыле им упоминается. Ехарсмену хазир миюар. Ее будет кромсать. Свинья из леса. То есть лесная свинья. Кабан. Где то я читал. Что есть такая маленькая свинюшка. Ее называют пекарь. Но я смотрел. Но она. Это та же свинья. Это тоже из видов свиньи. Но если человек знает точно. Что это животное. Не из видов свиньи. Он может это спокойно есть. Интересно. Тут повсюду подчеркнуто. Томе Гу Гохем. Для вас. Значит для вас. Имя для еврейского народа. Это не чисто. Другим это не запрещено. Медраж. Говорит на это интересное сравнение. Примеры жизни. Врач пришел. Навестить больных. Одного навестил. И сказал. Знаешь. Это ты можешь есть. А это не иди. Это повредит твоему здоровью. В сыром месте. Чтобы ты не спал. И так далее. Дал ему указания. Потом он навестил второго больного. Он говорит. Ты можешь есть все что ты хочешь. И пить что ты хочешь. И спать где ты хочешь. Его спросили. А почему такая не. Такая несправедливость. Такая дискриминация. Этому ты все разрешил. А этому ты запретил. Он говорит. Послушайте. Для еврейских. Для евреев. Для духовного уровня. Эти виды вредят. Эти виды вредят. Для духовной жизни евреев. Для других это уже не важно. Интересно. Медраж раба проводит параллель. Между. Тут же упоминается три вида. Упоминается особо. Три вида. Которые. Жуют жвачку. И копыта не рассечены. И один вид. Свинья. Которые копыта рассечены. Но не жуют жвачку. Всего сколько? Четыре животных. Правильно? Медраж раба приводит параллель. Между этими четырьмя животными. И между четырьмя царствами. Которые приводятся в Даниэле. Будут властвовать над еврейским народом. А в Даниэле. В его видениях. Они. В его видениях. Он видел. Как эти животные. Как они выходят из моря. Знаете какие четыре зверя. Четыре народа. Царства. Которые будут властвовать над еврейским народом. Знаете какие? Первый это Вавилон. Вторая это Перси и Мидия. Вавилон. Захватили евреи. Евреи. Сожгли храм. И евреи были под их властью. Еврейский народ. Затем. Второе. Второе царство. Это Перси и Мидия. Которые победили Вавилон. И захватили. Все то что. Чем хотел. Повело. В том числе. Еврейским народом. При Перси и Мидии. Были события Пурим. Как известно. Третье царство. Это. Это. Греки. Греки Александра Македонского. Которые. Победили Персов. И сделали. Свою империю. При царстве греков. Были события Хануки. А четвертое царство. Это царство Рима. Которое потом. Разделилось нам. Многие страны. Так интересно. Медраж. Проводит параллель. Между этими. Четырьмя. Животными. И между. Теми. Четырьмя. Зверями. Которые. Видел до нее. То есть этими. Этими. Царствами. Четырьмя царствами. Медраж. Раба. Давайте откроем. И почитаем. Как Медраж. Раба. Об этом пишет. Очень интересно. Эээ. 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 Так. Первое царство. До нее. Видел это. Лева. И. И. Это. Царство. Вилона. А тут. Как. А тут. Это. Верблюд. Интересно. Медраж. 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 Задает. Вопрос. Почему. И. Три царства. Даниил. Три зверя. Даниил. Видел. В одну ночь. А. Четвертые. Он. Видел. Во вторую ночь. Отдельно. Рабьехан. Он. Говорит. Рабьехан. Говорит. Потому. Что. Это. Царство. Второе. Рима. Оно. Равно. По тяжести. Всем. Трем. Вместе. А. Рейшокиш. Говорит. Это. Четвертое. Царство. Оно. Тяжелее. Всех. Вместе. Взятых. Верблюд. Это. Бавел. Шафан. Это. Мадай. Персия. Мидия. Арнебет. Это. Греция. А. Хазир. Это. Четвертое. Царство. А. Это. Сравнивается. Со. Свиньей. Это. Говорит. Тебе. Свинья. Когда. Она. Выпячивает. Свои копыта. И. Говорит. Смотри. Я же. Чистая. У меня же. Копыта. Рим. Она. Гордится. Она. Грабит. А. И. Заявляет. А. Мы. Делаем. По закону. Все. Честно. Все. Справедливо. Медраж. Приводит. Историю. Был. Один. Владыка. Который. Убивал. Казнил. Воров. Развратников. И. Колдунов. Наклонился. Своим. Советникам. И. Сказал. Знаете. Все. Эти. Три. Преступления. Я. То есть. Это. Говорит. Двуличности. Внешний. Рост. Внешне. Все. Как будто. Делают. По закону. А. А. Внутри. Внутренние. Гнилость. Подлость. Мне. Мне. Кажется. Что. Невооруженным. Глазом. Видно. Что. Это. Этот. Подход. Вошел. В христианскую. Культуру. В европейскую. Вообще. В европейскую. Культуру. Вот. Эта. Двуличность. Например. У. Ишмаила. Арабов. Это. Совсем. Другое. Он. Первый адам. Дикарь. А. Вот. Эта. Двуличность. Внешне. Говорят. Мы. Все. Делаем. По закону. У нас. Все. Благородно. Мы. У нас. Только закон. И. Споведливость. А. Внутри. А. Внутри. Все. Невое. Это. Дух. Четвертого. Царства. Ми. Псором. Гайсейхилу. Он. Продолжает. Пройти. Виды. Запрещенные. Виды. Которые. Духовно. Евреям. Портят. Так. Он говорит. Ми. Псором. Гайсейхилу. Не дотрагивайтесь. Они. Не чисты для вас. Это. Идите. Всего. Что в воде. Все. Что у него есть. Провники. Чешуя. Сна. Провники. В. 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 И. В. Все. Что у него нет. Сна. Провники. Чешуя. В. В. У. В. В. А. В. В. А. Все. Нафей. Плавники и чешуя должны быть где? В воде. Интересно, Гемора нам говорит, интересное сообщение, что всякий вид, у которого есть чешуя, есть и плавники. То есть, на практике, если мы видим рыбу, в которой есть чешуя, можно есть, а чешуя значит что-то, что снимается, чешуя считается только то, что снимается, сходится с рыбой, если относительно рыб мы в хорошем, в легком положении, мы нашли какую-то рыбу незнакомую, мы проверяем, есть чешуя, которая снимается, можно есть. Интересно, теоретически, написано, что должна быть, чтобы были плавники и чешуя в воде. Гемора нам рассказывает о некоторых видах, у которых в воде есть чешуя, а при поднятии на сушу они их сбрасывают. Так по закону Торы они разрешены. Но с этим надо быть очень-очень осторожны, потому что, откуда ты знаешь, что это именно этот вид? А может быть это другой вид, у которого никогда не было чешуи? Но в принципе, если мы знаем про какой-то вид, что он выглядит именно так, и что он сбрасывает чешуя при поднятии над водой, и мы знаем точно, что это именно из этого вида, то по закону Торы это разрешено. Это тоже интересно. Чтобы есть животные, есть птицы, нужно специального шойхата, который умеет резать, а если нет шойхата, так есть кошерные рыбы, которые не надо резать. И легко проверять, просто проверяют, есть ли чешуя или нет. Все, что у них нету, плавника и чешуя в воде, противно вам? Смотрите, перевод этих видов, я признаюсь честно, я не знаю. Я привыкли, по-моему, переводить наш орел, перец, ястреб, ястреб. Это из нее. Первые птицы были, они хищники. Весадоо, весуайо, ламино по ее виду. Исколый риф, все вороны ламины по его виду. Весбасаяно истраус, весадахмоз, веса шохов, весанейц ламиныю. Карацанейц привыкли переводить ястреб. Веса кейс, весашово, это яншуб. Раша говорит, кейс, которые кричат ночью, у них есть щеки, как у человека. По-видимому, наверное, это сова. Это то, что Рашин, по-видимому, имеет в виду веса кейс, веса шолох, веса дайаншуб. Шолох, это он ловит рыбу из моря. Веса тиншемес. Летучая мышь, веса коз, веса орохом, веса хасидо, анофо ламино, хасидо, анофо по ее виду, веса духифас, веса аталефи, аталефи. Хасидо, Раша приводит, она делает добро своими подругами. Задают вопрос, а почему же она не кошелная? Она же делает добро. Хас, хова хаси. Говорят от имени одного из горских рыбе, добро надо делать со всеми, не только с подругами. Само то делать только с подругами, это уже не кошелно. Еврей должен думать о всех евреях, не только о своих друзьях, в своем круге. Так, в принципе, так интересно, Тора пишет всегда кратко. Так, насчет видов животных, Тора в книге «Дворим» перечисляет 10 видов кошелных животных. В книге «Дворим» главе «Рэй» не кошелных больше, Тора перечисляет 10 кошелных видов. У птиц, наоборот, кошелных видов больше. Тора перечислила больше 20 с лишним некошелных видов. «Ямара» говорит так, что если охотник знает все эти некошелные виды и находит какую-то птицу, которую он не знает, но знает точно, что она не из этих видов, может спокойно ее есть. Что делать? У нас таких охотников нет уже много поколений. И хотя есть много кошелных видов, мы едим птицы только те, на которых у нас есть традиция, что мы едим. «Курица», «Утка», «Гусь», «Голубка». «Кеу шерецу ив»? Все маленькие, шерец от что-то маленькое, так есть шерец от присмыкающихся, я не знаю, там ящерицы, например. А есть шерец от летающих, так всех шерецу ив маленькие. «Айры халарбаха» зайдет на четырех, «Шеки цулахэм» Это противно для вас. Ну что, есть особые виды, которые разрешены, и сейчас будут перечислены виды саранчи, которые разрешены. Для нас, аж клянских евреев, уже долгое время у нас нет на это традиции, и мы саранчу есть не будем. Для немецких евреев, для некоторых у них есть традиция, какие-то виды саранчи можно есть, но это надо хорошо разбираться в этих тонкостях и различать между одним видом саранчи и другой. «Ах, это может есть Микел Шерецоев, маленьких птиц, айры халарба, которые идут на четырех, а шеги кроем у него колени, с ними мало рогов, и больше ног, ланатыр бээм прыгать ни с ними, а ла оранс на земле. Эсо ламеям тэхээллы» . Это от них едите. Эсо арба ламиной. Абы по их виду. Эсо салам ламинеё. Со лам по их виду. Эсо харгео ламинеё. Эсо харгео ламинеё. Харгео ламинеё. Эсо хогав ламинеё. Эхогав по его виду, видите? Видите, то есть надо, не только эти признаки, нужно, что это именно вот эти виды. У нас этого нет. Интересно, мы говорили про виды животных. Про домашние животные есть три вида, достаточно известные. Коровы, овца и коза. А диких животных, есть олени, есть еще виды. Еще всего есть три вида домашних животных кошерных и семь диких животных кошерных. Тут мы сегодня сейчас останавливаемся.